Рубен Грандвич, я предлагаю поговорить на тему постковидных отношений между людьми. Очень много сейчас говорят и пишут о том, как эпидемия COVID-19 изменила нашу медицину и изменит еще, как она влияла на науку, на экономику, как она повлияла и будет влиять в дальнейшем. Но практически нет публикаций о том, как изменятся и уже меняются на наших глазах человеческие отношения. Что вы можете сказать на эту тему? Мне кажется, актуальнее говорить о приковидных, условно говоря, а не постковидных, потому что до постковидных, к сожалению, нам еще надо дожить. Мы все надеялись летом, что уже осенью будут постковидные, постковидный опыт, но до него еще далеко. А действительно то, что мы переживаем в связи вокруг, условно говоря, ковида, а вы помните, это начиналось все просто с абстрактного некого коронавируса, потом мы стали говорить о пандемии, а потом о ковиде. Действительно, это очень все серьезно. Интересно, вот подводя итоги прошлого года, один из таких итогов было слово года. И к удивлению многих, и может быть вы тоже пережили это удивление, но я его пережил, словом года стал не коронавирус, не ковид, не пандемия, хотя эти три слова в совокупности набрали достаточно много очков, а стало обнуление. Обнуление. И очень интересно посмотреть динамику значения этого слова в течение года. Ведь вначале обнуление, это было обнуление для российского президента, избираться сколько он хочет. Но я замечаю уже из конца года, что для меня слово обнуление больше ассоциируется с изменениями или переписыванием конституции. Каким это образом произошло в моей голове, я не знаю, но это такой знаменательный сдвиг, потому что на самом деле по значениям это совершенно разные вещи. Обнуление для президента – это придание ему больших полномочий, повышение его полномочий, а как я переживаю изменение конституции – это уменьшение полномочий, уменьшение возможностей. И мы замечаем, что слово обнуление, я думаю, не случайно оно вышло на первое место у нас, что обнуление, это слово, оно расширяется по своему значению, оно ассоциируется не только с политическими процессами, оно ассоциируется и с теми процессами, с тем опытом, который мы переживаем как наблюдатели, участники и жертвы коронавируса. То есть это один из, мне кажется, один из факторов, то, что мы во многих моментах своего каждодневного опыта и вообще не в первую очередь оказались ограниченными в своих возможностях. Ограниченными в своих возможностях. И мне кажется, это очень сильный эффект, это очень сильный результат от тех изменений, от стихийных изменений, природных изменений, которые мы пережили. И главное – это, конечно же, ограничение. Человек – это социальное существо, он остается социальным существом, он всяческими возможностями, возможными средствами пытается компенсировать ограничение общения, но, тем не менее, оно произошло. Первое – это социальное дистанцирование, или, точнее, не надо сказать, просто для меня дистанцирование ассоциируется, что дистанцирование, то есть мы… Нет, удаление – это, конечно же, ограничение общения. Вы сказали о социальном дистанцировании, нахождении друг от друга на расстоянии. Мне кажется, что это тоже некая новая тенденция, не только в медицинском и социальном каком-то значении. Это новая тенденция и в этическом смысле. То есть если раньше мы считали, что забота о человеке – это нахождение рядом с ним как можно ближе, физически, присутствие рядом, готовка ему еды, подавание ему лекарств и так далее, то сейчас это становится чем-то прямо противоположным. Забота о человеке как нахождение от него на значительном расстоянии, забота на расстоянии, заказ продуктов, заказ лекарств на дом, но сам не приходи, потому что ты можешь заразить другого, ты можешь быть опасным для другого. Как вам кажется, не является ли это какой-то новой и, может быть, даже в чем-то позитивной тенденцией, которая говорит о некоем альтруизме в человеческих отношениях? Ну, это, конечно же, такой новый феномен, новая сторона нашей жизни, во многом необычная, даже в психологическом плане необычная. Является ли это положительно? Ну, я думаю, что для разных по-разному. Вообще, если мы начнем перечислять особенности нового в человеческих отношениях, нельзя делаться от впечатления, что для разных страт, для разных профессий, для разных людей разного образа жизни они проявляются по-разному. Я по себе замечаю, я научный сотрудник в академическом институте. В этом году и в прошлом году я особенно не преподавал, только выезжаю куда-то на неделю, но живя в Москве, я не преподаю. У меня только лишь моя научная деятельность. Нам не надо ходить каждый день в институт академический. Мы в основном работаем дома по 20 часов в день. И в этом смысле для меня ничего не изменилось, кроме того, что мне не надо ездить на работу. Но я и общаюсь с другими, и деляюсь впечатлениями от происходящего, и читая гораздо больше в соцсетях и прочее, я вижу, что для многих людей переход на удаленную работу – это возникновение совершенно нового опыта, совершенно нового опыта, которому они не готовы психологически, но к которому они не готовы, мы можем сказать так, материально. Это зависит все от размера жилплощади, от числа людей, которые проживают на этой жилплощади, от характера работы, которым они заняты, от тех ресурсов, которые у них есть дома и так далее. Если мы говорим, допустим, о таком аспекте рабочем, то есть каждый по-новому входит в этот опыт работы на удаленке. Я совершенно случайно натолкнулся в сети на публикацию о работе на удаленке 19-го года. В 19-м году это обсуждалось. Это уже было актуально каким-то образом. Это было актуально с точки зрения, я думаю, по бизнес-мотивам. И уже тогда люди… Это все была нормальная обстановка медицинская или здравоохранительная и так далее, что не было всех тех тревожных моментов. Но и тогда люди обсуждали массу проблем, с которыми сталкиваются те, которые переходят на удаленку. Это те же самые проблемы, которые мы начали обсуждать в течение прошлого года. Очень интересно обсуждение вот этих проблем и переживания этих проблем весной и осенью. Я вот не знаю, обратили вы на это внимание или нет, но я заметил, что очень многие тревоги, которые просто заполоняли наше общение, наше обсуждение в апреле или в марте, то есть в самом начале, когда мы перешли на, условно говоря, удаленку, многие из этих тревог отошли на второй план, не потому что они стали менее тревожными, а просто мы адаптировались к этому, мы изменили свой образ жизни, свое мышление, свое понимание. Ну, это знаете, как вот по поводу изменения климата, есть два главных этических принципа, нормативных принципа. Это принцип снижения эффектов и принцип адаптации. Вот оба этих принципа, они работают, мне кажется, и вот по отношению к той среде, которая возникла в связи, в следствии на фоне коронавируса. Мы думаем о том, как уменьшить негативные эффекты от пандемии, как уберечься от них. И вместе с тем мы адаптируемся к тем изменениям, которые происходят в результате вот этой пандемии. И надо сказать, что в таком высокоэтическом плане это может уязвлять. Почему это может быть уязвлять? Потому что мы адаптируемся, мы вроде бы приспосабливаемся. А человек, он царь природы, он должен всегда верховодить, быть на вершине, а мы адаптируемся. И я должен сказать, что вот я это, так сказать, нравственно-психологически пережил именно в связи с проблематикой изменения климата, что мы действительно ничего не можем поделать перед природной стихией, но мы вынуждены и мы должны адаптироваться, руководствуясь во многом нравственными принципами и этическими принципами. Здесь надо вот сказать, может быть, несколько отходя от вашего вопроса, я помню существенный момент о вашем вопросе, надо сказать, что есть как бы большая этика, этика ключевых принципов, базовых принципов, и есть, условно говоря, конечно же, малая этика, то, каким образом эти принципы притворяются на разных площадках жизненного опыта, каждым отдельным человеком по-своему. И если мы возьмем эти базовые принципы, ну, на мой взгляд, их несколько. Это не причиняй вреда, относись к другому с уважением, помогай другому, заботься о другом. Это такие вот по нарастающей, на самом деле, по нарастанию нравственного ценностного содержания, я их перечисляю. Ну, там есть другие, типа, достоинства, равенства, справедливость, но мне кажется, они все вписываются так или иначе, вот эти ключевые, не причиняй ущерба, уважай, помогай, заботься. И вот, когда говорят о новой этике, ну, я, так сказать, бестрепетно к этому отношусь, потому что я вижу, что эти базовые принципы, они, можно сказать, неизменны на протяжении столетий, тысячелетий, а, может быть, они вечны. Вот я так думаю. Другое дело, что в разных культурах, в разных культурных контекстах, в разных социальных условиях, в таком масштабном смысле этого слова и локальном смысле этого слова, они, конечно же, приобретают, они наполняются разным содержанием, и, конечно же, этика не станет указывать человеку, что вот так не вреди, а вот так помогай. Каждый человек должен сам для себя решать, как это осуществлять. И в этом смысле, вот, в условиях нынешних, в которых мы переживаем уже почти, вот, скоро будет год, эти принципы, они продолжают работать, но они получают другое выражение и другое... Я для себя вот натолкнулся на это, когда услышал вот эти постоянные призывы «Носите маску, берегите себя и других». Это очень интересно. Вот в моем восприятии, не знаю, как в других, в моем восприятии ношение маски – это забота о себе самом. Это чтобы не заразиться, это чтобы быть защищенным хоть как-то от вирусов, бактериев или там каких-то других неприятностей. А тут, оказывается, в этих новых условиях ношение маски, даже если ты здоров, ношение маски – это есть проявление заботы о другом. Это новая тенденция, да. Да, конечно же, это новая тенденция. Или то, о чем вы говорили, что для того, чтобы проявить заботу о человеке... Надо отойти от него. Отойти от него, да. И сохранить дистанцию. Рубер Грандович, вот вы сейчас сказали о ношении маски как одном из способов заботы о ближнем. Но ведь одновременно мы наблюдаем противоположную тенденцию, так называемые антиковидники, которые срывают маски в общественных местах, устраивают митинги, говорят о том, что все это грандиозная мистификация, на самом деле никакой пандемии не существует, нами манипулируют, нас чипируют и так далее. Вот как вы можете прокомментировать этот феномен общественного сознания? Это тоже что-то давно известное или тоже нечто новое? Я думаю, что это давно известно. Помните, были лудиты в XIX веке, которые громили машины, видя в этом тоже какой-то заговор. То есть это постоянно возникает вот такого рода недоверие, предубежденности. Ну, мы действительно, на самом деле, не знаем стопроцентно, насколько ношение масок является препятствием для развития вот этой вирусной инфекции. То есть в самом общем плане опыт, научный опыт изучения вирусов, распространения вирусов инфекции говорит, что маски помогают. А вот у нас нет совершенно точных данных. Но есть такая штука, этический принцип предосторожности. Предосторожности. У нас нет достоверных данных, но мы должны вести себя предосторожно. И потому, может быть, родственному опыту или похожему опыту, по аналогии, ну, давайте из предосторожности будем носить маски. А потом посмотрим. А потом посмотрим. У нас нет времени на эксперименты. Мы не можем позволить себе эксперименты, потому что это будут эксперименты на людях. Мне кажется, что вот эти протесты против тех мер, которые вводятся властями, меры эти вынуждены, многие меры предпринимаются вслепую, и об их эффективности мы потом будем судить. Но такой негативизм в отношении этих мер, он обусловлен некоторыми психологическими факторами, во-первых, это реакция на новизну, на новизну неприятную и непонятную. Плюс в разных странах, наверное, по-разному это усугубляется отношением людей вообще к любым директивам, исходящим от власти. Мы знаем, что в тех странах, где люди с доверием относятся к властям и ведут себя дисциплинированно, там ситуация существенно лучше. Ну, даже взять в том же Китае, судя по тем сведениям, которые до нас доходят. То есть мы помним, что в декабрь, январь, февраль прошлого года это были самые высокие показатели заболеваний в Китае, потом пальму первенства перехватила Италия. Но в результате, по итоговому году, судя по тем данным, которые я учитываю из интернета, Китай – это наименее пострадавшая страна, как в человеческом плане, то есть жертвы среди населения, заболевших населений, так и в экономическом плане. Насколько я знаю, в Австралии ситуация тоже довольно благоприятная. Кажется, в отличие от Новой Зеландии, но просто потому, что в Австралии были введены очень строгие меры на очень краткий период времени, один раз и другой раз были назначены, установлены очень высокие штрафы, которые, кажется, никто не заплатил, потому что не было поводов заплатить. Но во всяком случае, при противостоянии такой стихии, как оказывается, очень важна дисциплина, первая, и вторая – социальная солидарность. Социальная солидарность, которая имеет разные проявления, но в частности такое, что мы идем на самоограничения, которые, возможно, помогут нам противостоять этой беде. Думаю, что здесь, конечно, для общества в целом нужно вынести уроки из этих фактов глубокого непонимания, с которым мы сталкиваемся, демонстративного непонимания, демонстративного девиантного поведения. Нужно вынести уроки, но с тем, чтобы с этим как-то работать в дальнейшем. Я обратил внимание вот на что. В странах демократических и либеральных, где либеральные демократические ценности превалируют, санкции за нарушение дисциплинарного карантинного режима были очень высокими. Я сказал, в Австралии 500 австралийских долларов, в Испании 300 долларов, если в общественном месте на улице человек оказывается без маски. У нас таких штрафов почти не было. Немножко кто-то, кого-то попугали. Ну, вроде бы, в нашем авторитарном, жесткодисциплинарном полицейском государстве вдруг вот эта сторона, она не была никак задействована. То есть вот это карательные методы по поддержанию дисциплины, направленные на сохранение общественного здоровья, они не были задействованы. Вот это парадокс. Это парадокс. Ну, мы это имеем. Да. Рубен Грантвич, у меня создается впечатление, что ковид пройдет, а цифровизация с нами останется. На наших глазах действительно вот эти цифровые технологии развиваются сейчас бурными темпами, и многие не будут возвращаться к прежнему образу жизни. Как вы думаете, коснется ли это человечество как социум вплотную? Я слышала оценки от некоторых биологов, что дистанционка человечества уничтожит как социум. А вы говорите о том, что человечество обладает способностью к адаптации. Вот как вы думаете, уничтожит это человечество как социум, или мы каким-то образом адаптируемся и выжимаем? Ну, это очень сильное предположение относительно уничтожения человечества. Изменится образ жизни, несомненно. Но здесь, Наталья Ленина, два аспекта вы затронули. Первый – дистанционность, а второй – цифровизация. Давайте, я бы предложил разделить. Разделить. Вы начали с цифровизацией. Вот я недавно пытался записаться на вакцинацию. Ну, я записался, я уже первый провел вакцину, поставил себе. Для этого, поскольку я не приписан ни к одной поликлинике, я должен был пройти какую-то процедуру, мосуслуги и так далее. Я уже там был зарегистрирован, но мне сказали, этого недостаточно. Надо привязать мой Сбербанк счет, надо привязать мою страницу в Фейсбуке. И мне предложили привязать туда и мой ВКонтакте, и Одноклассники, и Твиттер. Ну, там я нигде не присутствую. Я это не стал делать. Но я почувствовал себя, честно говоря, неуютно, что все в одном месте, это все будет. То есть это мы уже вступаем в новую реальность, в новую реальность. И ничего с этим поделать нельзя. У этой новой реальности есть масса своих плюсов, хотя, наверное, есть и очень много минусов. Даже для самых-самых-самых законопослушных и лояльных граждан. Ну, вот они оказываются как бы нагишом перед всем светом или перед всевидящим оком. Видимо, это новая реальность, к которой нам надо приспособиться. И, видимо, мы каким-то образом выработаем свои компенсации по отношению к ней. Это одна сторона дела. А другое дело, вот то, что мы находимся на удалении, то, что мы общаемся через сети. Вот как мы с вами сейчас. Во-первых, надо отметить, что это общение изнурительное. Техническое – это, конечно же, прекрасно. Это совершенно неожиданно. Прекрасно, потому что не надо никуда ехать. Даже сам факт. Просто мы можем вспомнить прогнозы футурологов 70-х годов о будущем видеосвязи, и как это все было утяжелено технологически. А сейчас это очень вроде бы просто. Но, во-первых, это уровень технический, уровень связи не соответствует нашим потребностям. То есть, ну, вот я стараюсь все сделать для того, чтобы моя связь была гладкой, и я камеру новую поставил, и перезарядил интернет и так далее. Но все равно от меня это не зависит. И я оказываюсь, так сказать, заложником тех технических условий, которые, ну, вот имеются на лицо. Но дело не только в этом. Есть какие-то психологические эффекты. Я не могу найти никакого объяснения этому со стороны психологов или каких-то других специалистов, почему из каждого Zoom-заседания люди расходятся, ну, вроде бы, выжатые. Надо поесть, надо поспать. То есть, это тяжело. Преподаватели, которые ведут занятия со студентами, им тяжело. Многие студенты просто не, и тем более школьники, не готовы технически для работы в таком режиме. Резко падает активность. И я, вот вчера было заседание ученого совета в институте философии, и я вижу, что активность членов ученого совета гораздо ниже, чем обычно при очных заседаниях. Я читал впечатления американского профессора. Мы знаем, что уровень активности, академической активности, аудиторной активности американских студентов, ну, существенно выше, чем у российских студентов. Это данные еще были, такие же данные были, я помню, в 70-е, в начале 80-х годов я читал такие обследования. И вот это американский профессор говорит, что студенты стали гораздо пассивнее, они меньше задают вопросов, их вопросы стали тривиальнее. Это уже содержание, это не психология. То есть техника вроде бы нас освобождает от перемещения в пространстве, в особенности в условиях большого города. Это всегда изнурительное, поездки в метро, вибрация, шум и так далее. А с другой стороны, она же обременяет. А как вы думаете, мы каким-то образом приспособимся к этому? Ну, у нас нет другого выхода, конечно же, мы приспособимся. Конечно же, мы приспособимся, во-первых, техника улучшится. Мы знаем, что за прошедший только этот год выросли не только доходы соответствующих компаний, допустим, не буду называть каких, но и выросло качество вот этих технологий, коммуникационных технологий. Оно выросло, несомненно. Мы знаем разные платформы, они по-разному работают, мы можем выбирать, ну и так далее. Мне кажется, это очень мощный, конечно же… Ну, техника, несомненно, будет развиваться. А вот что касается тривиальных вопросов, не означает ли это, что человечество глупеет в результате таких тенденций? Ну, насчет человечества глупеет или нет, похоже, что да, но за счет чего? За счет экстенсивности, доступности знаний. То есть вот что происходит. И казалось бы, опять, это вопрос совершенно другой, он выходит из контекста нашего обсуждения, но раз мы говорим об этом, знания стали доступными, и знания стали тем самым менее ценными, по-моему, менее ценными. С ними другое отношение, изменилась роль авторитета в когнитивном пространстве. Ну, просто объективно их роль снизилась, потому что они перестали быть… Авторитеты, то есть носители знаний. Они перестали быть уникальными источниками информации, знаний. Ну и так далее. Здесь масса вопросов, которые обсуждались уже и прежде. Так что, конечно же, что-то происходит. Происходит изменение характера циркуляции знаний в культуре, не только знаний и так далее, и так далее. То есть с этим никуда не деться. От этого никуда не деться. Но я хочу сказать, что это более широкая проблема. Она не обусловлена тем экстраординарным характером факторов, которые мы переживаем. Они, ситуация пандемии и жизни в условиях пандемии, конечно же, усугубляет и ярче высвечивает те самые тенденции, которые мы уже давно обсуждаем, с 90-х годов, даже раньше. Как вы думаете, что кардинально изменится в людях в результате этой пандемии? Какие человеческие черты обострятся? Какие, наоборот, нивелируются? Чему она нас научит и в чем она нас изменит? Мне трудно прямо ответить на этот вопрос. Я по аналогии, если можно. Вот недавно я читал, я уже даже не помню, было ли это, так сказать, в Респектабльном издании или в социальных сетях обсуждалась проблема гопничества. Вот говорилось о гопнике 90-х годах, это то, что называлось шпаной в 60-е годы, в 70-е годы. И вот люди, которые это обсуждали, они говорят, а куда делись гопники? Куда делись гопники? Что произошло, что гопники как будто бы исчезли? И представители малых населенных пунктов говорят, да никуда они не делись, мы просто их не видим, но они все здесь. А из крупных населенных пунктов, тем более из городов больших, говорят, ну они ушли в виртуальность. Они играют в свои танчики, они эту энергию расходуют в другом пространстве. Это всего лишь, так сказать, обыденное впечатление, это предмет для очень интересного исследования, конечно же. И вот на этом примере, это, конечно, вроде бы так скол жизни, периферия жизни. Но мы вот видим, что-то здесь происходит. Сегодня или вчера я прочитал, что по статистике преступлений за прошедший год количество убийств сократилось существенно в России, но резко увеличилось количество афер. Афер, причем, опять-таки, виртуального свойства. Ну это, опять-таки, просто вот некоторые впечатления, основанные на каких-то данных. Я не знаю, на каких данных это, опять-таки, это должно быть при этом специальное исследование и специальное изучение. Но мы видим вот какие-то тенденции. Мы видим, что вот дистанцирование, вынужденное дистанцирование, с одной стороны, а с другой стороны, развитие технологий, оно создает возможности для проявления, нового проявления человеческих качеств. Но, опять-таки, если говорить о экзистенциальном или существенном, вот те принципы или ценности, которые я назвал, ну они остаются базовые, мы никуда не можем деться от них, потому что они антропологически предзаданы. И предзаданы тем, что человек – это социальное существо, это коммуницирующее существо, общающееся существо. И никуда от этого не деться, потому что человек остается в семье по меньшей мере в постоянной связи с близкими людьми, с которыми надо каким-то образом выстраивать отношения, независимо от того, сколь сильны чувства любви, привязанности или какие-то другие чувства. Человек входит в те или в другие сообщества, которые тоже являются социальными организмами, где необходимо согласование интересов и так далее. Это базовые, это антропологические факторы существования человека. Они не меняются на протяжении тысячелетий. Я не думаю, что вот такого рода вещи, как пандемия, которая рано или поздно закончится, или изменения технической среды, которая будет развиваться и приспосабливаться к человеку, повлияют на вот эти базовые антропологические факторы человеческого существования. Продолжение следует...